Ирина Мериус – жена добровольца из батальона «Донбасс». Вместе со смелетней дочерью, спасаясь от войны, приехала в Харьков и Золчевска. Говорит, в родном городе стрельба и взрывы превратились в повседневность, а ещё находиться там стало невозможно из-за некоторых соседей. Часть людей, которые всё ещё остаются в городе, до сих пор поддерживают ЛНР и настроены агрессивно. В нашем городе в основном люди настроены против Украины. Вы сами же знаете ЛНР, ДНР. Даже у нас практически никто не знает, что папа воюет и на чьей стороне. Мы никому не говорили. Папа для всех у нас в Киеве работает на заработках. А даже те люди, которые знали, где наш папа, называют убийцами батальон. Муж Ирины был ранен в зоне АТО. Попал под обстрел и получил ранение в голову. Но несмотря на это, говорит женщина, настрою супруга боевой. Он очень переживает за своих и рвётся обратно. А вот маленькая дочка, пока папа в госпитале, переживает за него и мечтает о том, чтобы война наконец-то закончилась. Плачет. Плачет. Просит, чтобы папа больше не ходил воевать, чтобы был с нами. Извините. Ну, а так. Ну, говорит, что папа молодец, папа герой. В Харьковскую школу старшего сына Арсения в этом году привела ещё одна жительница Луганской области Ольга. Младшего здесь же собирается отдавать в детский сад. Вместе с мужем свой дом они покинули ещё в июне. Из города успели выехать без проблем, но детям в незнакомых условиях всё равно тяжело адаптироваться. Всё лето на чемоданах, в переездах, в поисках жилья и какого-то обустройства. И это не есть хорошо для маленького ребёнка. Он меня каждый вечер спрашивает, когда мы вернёмся домой и когда мы вернёмся к своим игрушкам. Этот детский сад теперь посещают и шесть деток с Донбасса. Вместе с малышами-переселенцами в садик ходят и дети кадровых украинских военных, рассказывает заведующая. Но её воспитанники ещё слишком малы, чтобы спорить и даже просто говорить о войне. Дети не ощущают того, что папа уйдёт или папа скоро может уехать воевать. Но может быть всего того, что они маленькие. Здесь, в лицее, сразу 19 новичков из зоны АТО. У некоторых папы остались на Донбассе. Часть школьников вообще приехали одни, без родителей. Именно старшеклассникам тяжелее всего, уверяет директор лицея. Ребята понемногу адаптируются, находят новых друзей. Но настолько резкая смена обстановки и планов на будущее даётся им тяжело. Когда дети учились в профильных классах, когда они понимали, что они будут поступать в определённые вузы своего города. И изменить место жительства, стало быть, изменить свои планы для старших детей сложнее. Психологи утверждают, дети, пережившие войну, и дети военных, сейчас, как никто другой, нуждаются в поддержке и заботе. Дети могут быть депрессивны, они могут быть агрессивны, они могут уходить в себя. У них может происходить нарушение памяти, внимания. Поэтому мы, взрослые, должны быть готовы. Преподаватели должны давать поддержку и прощать. Ну, правильно прощать, да, потому что это может порождать конфликты внутри коллектива. Родители должны создавать ситуацию безопасности. Потому что сегодня, правда, родители перепуганы, ну, не нужно забывать за детей. Потому родителям и педагогам психологи советуют побольше общаться с детьми. Как можно подробнее отвечать на все вопросы, даже если кажется, что ребёнок ещё не дорос до ответов. Главное – делать это на доступном уровне. И изо всех сил стараться не дать почувствовать детям собственный страх или беспомощность. Инна Степанишина, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.